а меня видно я вас хорошо вижу слышу и рад вас видеть слава христу игнатий техноч я вам сбрасывал видеоролик где священник один георгий максимов он рассказывает о материал там такой длинный по григорию распутину и он там дает и вообще в принципе не ну то есть он там дает цитаты всякие святых мучеников там или еще кого-то и в принципе показывает то что григорий распутин но не слишком-то хороший человек был я также читал ваши материалы я знаю что вы много этим занимались и много что прочитали и глубоко вникали в тему пара по григорию распутину и вот я когда его посмотрел там вот эти из видео но и что предоставил и мне ну как бы я к нему относился хорошо к распутину но тут он меня пошатал немножко покачал и мне и мне я сразу вам написал чтобы вы посмотрели и дали какой-то комментарий вы можете сказать в чем то есть если он не прав то в чем не прав если или в чем ошибка сама заключилась почему вот именно в таком виде показывают григория распутина есть такая команда ату это когда травят кого-то медведя или таково и собакам ату его ату ату хватай его так вот для этого человека ату кто-то дает он нападает на любого на голове на там каскун ему разница никакой на кого но самое то главное если в шестнадцатом году в декабре месяце убитый человек и проходит больше ста лет и его так трясут если взять вместе ленина гитлера муссолини ги это сталина меньше чем на того человека о котором говорим григория фимовича распутина почему вот это вопрос я хотел чтобы прочитали два места писания первое коринфянам 12 10 иному чудотворение иному пророчество иному развлечения духов иному различные разные разные языки иному истолкование языков но языки понятно говорит а другой переводит а развлечение это дар божий от духа святого развлечения духов а что это за такое что за дар такой где его взять и зачем он ну развлечение духов это когда ты определяешь человек говорит через него дух божий или дух сатаны или дух лжи и от бога человек или нет хорошо но тот человек который говорит здесь о григории фимовичи которого вы называете он имеет дар от развлечения духов или ему все равно после каждой где поставят ролик вот как у блуждающего алексея и везде скиньте на следующую работу они делают все за деньги значит сунули ему приманку в рот он будет клеветать говорит что угодно на другого и это доказывает своим поведением собрать святых который сказал а если допустим николай гурьянов за то это потому что ты коснулся слушал то есть у него набита рука ему обо мне вот только спросили он меня не знает не считал ничего что он обо мне сказал все он сказал все до православный не православный и православный ну вот и все если вы признаете значит вы меня даже тоже его слова принять я не православный а он православный не так вот попробуйте герману сервик он первый раз только обо мне услышал то же самое говорит один дух они что для православия сделали какие-то души пришли я не считал нигде а моя работа не кто-то пишет а доктор богословия бочков что тысячи людей пришли так так вот я по этой хотел сказать еще прочитайте к евреям 514 твердая же пища свойственно совершенным у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла а у них этого нету где там опровергать нечего он брал то что сказал это проверить никак нельзя я буду говорить сейчас только о том что в интернете стоит официально и почему сведений никаких а распутин и правильных не писали шла травля почему в брюсселе масоны специально поставили задачу расшатать трон царя как через травлю распутина вот ошибка царя и распутина была в том зная это все они даже были расстаться а расстаться ему не надо было куда-то ну смотрите вот допустим сам он ружде написал там сатанинские стихи там против мухаммада и сразу же поклялся там тогда был хамени обещал кажется 5 миллионов долларов его там спрятали он иногда появляется в университетах разные государства говорят скажет и сразу ну возьмите вот этот резун виктор он называется суворов его уже когда он сбежал уже зарубежно его дважды приговорили к смерти а взять не могут но может царь это сделать когда я ничего не считал не знал ну только подумал вот так за так царь такой большую должность всемирной империи и вдруг он возится с каким-то мужиком подозрительным и но когда я дальше стал вникать я подумал пророк россии которому все это открыто зачем он с таким царишкой возился у меня вот такой все повернулась зачем он ничего не понимал царь из-за сына это все было тряслись он когда приходил дал телеграмму и он выздоравливал гемофилия его несвертывание крови и вот здесь что вам набирает этот человек на 1 святой 2 1 коринфянам 45 милый человек прочитай не спешите раньше времени он говорит не судить а сам подряд судить и судить и судить она задача он просто как со срогами с копытами вылез кто его на это дело толкал такие слова говорит и переписывать ну кого разимского у познера у кого он учился то маленько то чуть-чуть глянь откуда данные царю говорили да говорили там-то был распутник там-то был в бане то другое царь дал указание расследовали а его нету стали узнать он за полторы тысячи километров от этого места крестным ходом идет ни разу нигде не подтвердилась а теперь проходит уже 70 лет и на чердаке находят половой член гришки распутина ну там какое-то бревно положили сегодня все еще мучается этим а вот он был где-то все вранье оказалось на сто процентов ничего нету ни разу не подтвердилась хотя бы один раз подтвердилась женщинами любил там обниматься говорил это и какие газеты я статью эту могу сейчас даже засчитать вот я не знаю чтобы мне не исчезнуть как ее дать знать эту статью вы вы делаете просто могу зачитывать буду вот смотрите вот сейчас я прочитаю так распутина масона вот мне как-то это убрать чтобы вас не закрыть так не вы можете меня закрыть все равно идет видео идет да смотрите масон и григорий распутин масон и григорий распутин опубликовано 25 июня 2013 года в википедии я взял директор института русской цивилизации историк о.ф. платонов в книге жизнь за царя правда григорий распутин написал изучение источников и архивных данных позволило мне составить список организаторов из самых активных участников травли травли распутина это гучков львов чиридзе некрасов амфитеатром жунковский маклаков керлинские многие другие я долго не мог понять что объединяло разных людей в этой компании организованной лжи против распутина но вот мои руки попадает книга берберова люди и ложи русские масона двадцатого столетия а я как раз этим и занимался те годы основанная на архивных материалах и письменных свидетельствах членов масонской организации из материалов приводимых книги следует что все лица занесенные в мой список являются членами масонской организации архиепископов изучение этой книги подтолкнуло меня обратиться в особый архив ссср ныне ц х и д к где хранятся многие документы по истории масонства мои изыскания подтвердили сметельство берберовой дальнейшее изучение материал документов воспоминание современников позволило установить что именно перед началом организованной травли распутина в брюсселе на всемирной ассамблее этой организации вырабатывается идея расшатывания русской императорской власти путем организованной кампании против распутина как человека близкого царской семьи тот кто ролик составил против то он что не знал что это от масонов все идет и сидит надувается говорит придумывает там и выворачивает который против был друзья были зачем это нужно он умер его нет его стреляли били отравляли убить не могли кто же был организатором травли друга царской семьи долгое время об этом никто не говорил и только в начале 1990-х годов в россии были опубликованы информации антимонархиста меньшевика вхожего в масонские круги историка б и николаевского в ней говорится о том что агитационная кампания очернения молитвника за царя и за россию друга царской семьи была инспирирована верховным советом российского масонство николаевский русские масоны революция редактор составитель фельдштинский м терра 1990 страница 401 или 40 тут не поймешь предлагаем читателям нашего сайта познакомиться с видеороликом тележурналиста анны москвиной рассказывающий о масонском заговоре против распутина весьма интересный материал о травле масонами старца григория распутина представил нашему сайту известный православный писатель игорь евсин вот он где вот что написал связи с масонским заговором своей заметки кавычки центром кампании против распутина григория стали газеты речь русское слово руководящее место в которых занимали масоны маклаков гессен винавер амфитеатров братья близнецы князя долгоруковы через личные связи все они оказывали влияние на другие газеты каковцев сменивший столыпина петра аркадьевича на посту председателя совета министров воспоминаниях говорил об организованном характере газетной клеветы на старца григория вот его слова кавычки оба эти лица редактор ведущей российской газеты новое время суворин и его ближайший сотрудник мазаев твердили одной то что они тут ни при чем что новое время не повинно в распространении сведения распутинском кружке и когда я привел ряд заметок перепечатанных и у них же то они только отмалчивались или кивали на речь и русское слово которые были действительно главными распространителями этих известий для меня было ясно что и в редакции нового времени какая-то рука сделала уже свое недоброе дело и что рассчитывать на влияние этой редакции на ее собрать и по перу приходится газетная кампания не предвещали ничего доброго она разорвалась все больше и больше и как это ни странно вопрос о распутине невольно сделался центральным вопросом ближайшего будущего и исходил со сцена почти во все время моего председательства совете министров как овцы из моего прошлого воспоминания из книги николаевской русские масоны революции мы можем узнать что для верховного совета российского масонства кампания против распутина была очень важной масонами была сделана попытка издания направленной против распутина клеветической брошюры когда же брошюра была недопущена к распространению цензурой то масонский совет стал распространять ее в размноженном напишущей машинке виде таким же путем размножались и другие материалы распутин например тоже арестованная цензурой брошюра сотрудника московских ведомостей новоселова разоблачавшего хлыстовства распутина которого никогда не было священники участвовали архиепископы доказать что он хлыст никак сугубо чисто православный человек это я добавляю ныне новоселов причислен церковью к лигу новомучеников российских а он в масонах состоит это не понимает еще другой книги соловьев о русские масоны от романова до березовского говорится о том что масоном был даже известный церковный историк и следователь сектанства пругавин писавший статьи против распутина здесь надо признать что среди членов масонских лож были порядочные люди например русские ученые с мировым именем как вернадский яблочко хотя они не осознавали преступность масонских организаций их просто использовали для своих целей и дальше в харькове 1990 году была переиздана к воспоминания родзянка который признавался что бытность председателем государственной думы имел в своем распоряжении вырезки из иностранных газет который говорилось о том как на масонском съезде брюсселе решили что необходимо использовать распутина для свержения царской династии и что это приведет к цели не позднее чем через два года практически даты указаны родзянка 1909-1910 сходится со временем с началом печатной кампании против цесарца григория как только масоны приняли это решение началась травля это щелчат смотрите что еще добавляю здесь в 1908 еще девятом было дело о хлыстовстве я посмотрел специально ничего не подтвердилось ни одного слова а он этим пользуется дальше разъянский вот как раз говорит о хлыстовстве ничего тоже не подтвердилось декабре 1906 года распутин обратился к царю чтобы сменить фамилию царь не дал а он и говорит сменил фамилию нет новых представленных к распутину их там кажется 19 семей было только в одном покровском и он говорит говорят распутин непонятно и царь сказал это можно сделать в скобках чтобы пока новых новых это он а не то чтобы сменил опять это ложь он не заменял фамилию так распутин и остался то а что такое распутин и тут говорит распутин там и будто ян кронштадтский сказал так сама фамилия твоя говорит позвольте а валентин распутин писатель герой социалистического труда он что распутин распутин тут же дается толкование это распутье распущено перепутье день дороги сходятся где никакого отношения к распутству не имеет и в википедии даже не дает о распуте а он сидит священник сидит мулявит он не понимает что развлечения духов нет или умышленно за 30 серебряников только распутин наоборот было распутье у страны было да дальше убийцами кто были юсупов а то феликс видимо ффм дальше пурежкович дальше великий князь дмитрий павлович и офицер британской разведки сис освальд рейнер специально прислали убить его а почему боялись что россия сепаратный договор с германией заключит а а григорий то при началом войны когда царь начал делать мобилизацию а он лежал поранен этой теткой то и он оттуда писал папа не надо делать мобилизацию сгоришь ты весь дом никто в россии про это не говорил никто не один он настоящий истинный пророк царь царь не послушал я вот где не послушал а он говорит он на меня если нападают порезала там где-то из народа последствий никаких не будет но если это будет дворяне три года будет суметь и со в стране но если будет хоть один член царской природы царская империя рухнет навсегда кто мог сказать при том три варианта то есть он может быть и знал но сказал то мы сами смотрите кто на меня нападает а теперь как только вы убили елисавета федоровна со родная сестра сколько она поздравительных посылала поздравляла а то что она теперь кая сброшенная туда этот кто сейчас нападает он говорит но это еще могло и не быть перед смертью все каются а она поздравляла с убийством распутина и когда узнали стране же вся страна гудела от этого там праздник был такой казалось как первый день пасхи и вся страна пошла под нож и вот он перечисляет вот такой-то владимир архиепископ там митрополит уже как только который выступил против распутина я их знаю все как будто себе приговор предписали все будет расстреляны до одного это это не игрушка какая-то восторгов там начинает перечислять где как они океану кронштадтскому то где налепляется тут ни одного слова правды не говорит да он принял его но против никогда не говорил я и она кронштадтского имел книгу 850 страниц и нигде нету и вообще она не переиздавалась а я ее насчитал на пленку тут ну не надо в рида говорит отплевывайся маленько и дальше что это офицер британской разведки который выстрел прямо в лоб и в печень у него было сколько выстрелов сделано и как они удашу голову размочаривали и все еще продолжал жить отравленные пирожки ел отравленное вино зачем он пошел туда про это говорить не буду я не знаю ничего но ошибка была главная их надо было видеть что такое делается сразу ну везде же были то миклуха маклайги отослали никто бы не знал тем более он дома не жил дети уже взрослые вот это и было просто страшная ошибка я называю сегодня люди которые не угодны где-то их прячут и другое государство разведчики не могут ну за юрием левитаном как гонялась немецкая разведка диктор который говорит москва его же из города в город возили и прятали где-то по подвалам сейчас говорят записаны оттуда только привозили вставляли прокручивали можно сохранить да можно можно скрыть и никто не будет знать почему царь это не сделал наступило время расчета дать ну врать то зачем ну конкретно скажи что так то было мы я смотрел на него и в конце просит деньги особенно хорошо я вот вам говорил продление там где-то дайте денег вот я смотрите у меня нигде не думайте на наши ставить если есть где-то чтобы духу не было мы делаем ради бога жертвуя самими собою у них этого нет вот даже это алексей блуждающий каждый раз закончит и еще деньги дайте я следующий сделаю а что там стоит то то что он говорит она выйдя на яйца не стоит вот я это что сейчас просчитал это все я сегодня посмотрел в интернете открыто все тут я ничего не говорю и которые гнали и сегодня дают и как правило одной национальности все поставлена задача его уже нету нет ни царя не пыришкевича никого нету успокоиться не могут скажите сегодня что где это есть такое чтобы вот так вот сидел кто-то и когда что кто против сказал сталина или против ленина ну нет этого против наполеона это человек-то умер-то когда убитый притом мужчине канализации не надо но и врать не надо никак не да не я не проклятие не анапими да 1 коринфян 4 5 прежде времени доколе не придет господь и не осветится крытое во мраке да он был не прав ну в чем обвинять ничего этого за ним не было почему царю никто из тех людей не говорил не делать мобилизации 1 это сегодня могли бы добавить и говорить что если будет царская особа участвовать в убийстве рухнет строй года не прошло месяц и прошло и революция февральская притом рухнув буквально в один день все значит какая-то сила действовала его слова были откуда он русский простой мужик это знал я там был у его двора когда мы ездили подошли к двору там закрыто было там камень на нем выгравировано что тут царь останавливался когда ссылку его ссылали и тут он сказал тут наш друг жил я больше опровергать что-то там нечего опровергать одно сплошное вранье все и которые выступали против ложь поддерживали все они погибли они канонизированы у бросила блоща человеческая канонизацию и ты увидишь никого и нету они только будут прощение там на том свете просить у него я хотел разобраться я разобрался сейчас я сегодня день целиком больше часа 40 там говорится почти два часа и теперь я все вопросы задавал масонца когда было когда поставлена задача расшатать строй через кого и кто все абсолютно открыто совершенно открыто так что я никакой тайны не открываю есть человек который любит на всех нападать он мог бы это узнать у бога убояться тут бога не боится у него разрешения духов никакого нету совершенно это у меня было когда поставили фильм обо мне прям конкретно второе крещение в руси или гласпор пьющего так фильм называется документальный про меня ну и когда показали здесь приехал здесь юрий николаевич малашин режиссер и показали по телевидению местного и мы там сидели что телевидение это и отвечали на вопросы говорили то и сразу один позвонил а вы не родной брат распутину на меня родной брат то есть ему сильно не понравилось что я говорил о крещении больше ни о чем по распутине разговора не было но значит кто-то ему подсказал какой-то дух что тут родство есть конечно не повеличивание я не пророк ну нельзя же так сейчас показывает медведь какой сидит там белый медведь она собак спускает и там начинает показать дело распутина и собаки со всех сторон лапой как дянет тянет все таки кишки летят они еще не могут сделать его ну медведь ты 300 килограмм а этот собак это 30 нету слушаю я вот это то самое и заметил что все которые аргументы идут в пользу распутина он их всех под сомнение ставит сказал вот так то так но зачем их он их допустим распутин сам рассказывал как подходил к ивану кронштадтскому и его как кронштадтский сам подозвал и вот георгий отец георгий говорит но говорит мы никаких подтверждений от других источников об этом случае не знаем и поэтому все это как будто и нет этого то есть значит он соврал он сам соврал 100 процентов притом знаете то эрнест написал когда про там христа что-то а владимир салвел сказал об этой книге пустейший враль пустейший враль больше ничего я знаю он узнает про ролик он на меня кинется но я думаю что не по вам его будет ему маленько рот раскрывят но вот дальше касается то есть берет и опирается на авторитет слава слава авторитет канонизации то есть если священномученик значит его слова что-то значит но он священномученик то не из-за того что что-то сказал он может быть вообще всю жизнь врал просто его и казнили он священномучеником стал выступили против григория ефимовича это и сразу революции все под нос что против него был я его биографию это знаю как только сказал его сразу расстреливают не безболи же божие вот это и есть я вот этот дух почувствовал совершенно думаю противоположен кому-то зачем прям вытягивает и вытягивает против и против ненавидит он бескорыстный было эти корыстолюбцы то вот а то его он сразу бросился на меня на другого от кого было тогда было выступил это там дворкин против этого начали говорить андрея ткачева сразу прям кинулись они уже на все время стоят как называют сыпные псы таких много гонителей а то и все меня как господь хранит я удивляюсь у меня столько же сказано им тут меня ну да господь хранит да да беспокоился когда царь начал делать мобилизацию он его предупредил сгоришь папа сгоришь не надо это почему не говорят что это масоны сделали почему промолчал этот который тут про которого выговорить я даже называть не хочу чтобы не прицепился еще непонятно то ну да я проверил по годам и только они приняли решение какое в брюсселе и сразу началась травля и теперь они всякие госетенки распространяют а народу больше ничего не надо только скажи дачу какую-то там сейчас на меня спрашивает на про навального вы за навального или за путина я говорю я лучше за собаку проголосую чем за навального у него слово навал означает безумный вы даже этого не знаете у него ничего нету у жирновского есть разум он еще рассмешить может там мему там это и тургенева прочитать все сидят вы улыбаются у этого нет ничего даже этого нету я понимаю там зюганов говорит тот еще на старые партийные дела опираются а вот это вообще ничего нету его только научили толкнули страну ну путин как заставил страну уважать там разными сирии проще это ну разграбили страну разграбили но у меня повеление молиться о нем они в этих безымянных обмылках которые появляются моих глазах путин не потерял ни грамма почему я его не возвышал никак а молился владимир и все и здесь тоже а вы признаете его за святого по всем признакам григорий ефимович святой но я ничего не говорю не молюсь ему а церковь канонизирует не знаю она никогда его не канонизирует они как огня боятся тех кто сегодня тех масонов наследники за их низ попробую я вот гляжу прошлый раз я говорил выступает где гитлер то редко редко где чтобы голос нормально делать хрип вот так вот показать какой он дурак ну да нельзя же так даже показывали всегда уродов такими немцами то тогда подумали а с кем вы воевали кто допер до москвы почему за каждого немца отдали пять с половиной почти шесть человек и и стали тогда показать какие они а сейчас эти тули то высокие сделали в пуражке все красиво больно и теперь гурьянов говорил павлов там это зацепили тоже а тот они где-то в этом сергиевом посаде служит он и его тоже подкорил но это слышали они сами то есть он наученный везде выковыривать вот так бесчестный человек нехороший который вот это говорит даже может так он даже не так где-то я не говорю что хороший где-то о ком-то но если это так я должен сказать я даже беру выражение владимир ища ленина то самая неприятная личность для меня в мировой истории а я кое-что от него беру на работу ходила беру два томика его сижу считаю меня салухин подбил владимир на это когда что-то нападает говорит а я говорю владимир ищу сказал там 15 тонн страница такая все сразу ну сказал а я горит и в руках не держал я горит опять ссылайся такое все горит и так знаешь наизу и знаю а я горит никогда даже не считал его меня один меня не проверил владимир салухин пишет он такой православный вот я смотрел чего могу сейчас был здесь я бы сказал как тебе не стыдно или ты вообще лишенный веры нет никакой разрешение духов то нету ты видишь масоны все это сделали то масоны и ты за ней заступаешься ты тоже масон как этот бритый выступает профессор в галстуке не хочу называть мне просто чувство такое что он масон но вот я вот это все уже много информации всякой читаю но с нашего сайта книг ответы вопросы про масонство еврейство тут распутин и это все как какая-то такая одна цепь в которой все связано у меня такая картина складывается что есть 22 как бы противоположных вот этих против 2 позиции противоположных одна вон та она те кто допустим против распутина те обязательно за масочный режим за вот эту тему все чтобы она была обязательно за эту пандемию они ее продвигают да да все связано это кусок кусок ядовитой лжи а сейчас про пандемию пишут всемирный банк объявил на пять лет рассчитана программа будет то что господь допустит вот я когда говорю не даст мусульманами я говорю вы можете понять что вот израиль территория какая и рядом мусульманских государств 500 раз больше и вы ничего не с ними сделать не можете а вы еще и еврей причем тут еврей когда говорится что 12-3 бытие не трожь этот народ он и богом избранный и они исполняют то что им назначено я сейчас пойду подожди маленький подошел лапа на меня ложат верный так вот этот священник который мы сейчас говорили у него целый ролик если он доказывает что еврейский народ не бога избранный а больше целый ролик есть апостол павел прямо говорит об этом 11 главе кремлянам что отверг бог народ свой никак я из колена вениаминова он чего городе то еврейского народа не трогай только благословляю всегда почему у меня все так слаженно идет потому что я благословляю этот народ я не одобряю отступников но я молюсь каждый день вы сами слышите как я молюсь первым делом прошу мира иерусалиму не то что там я против мусульман или что-то библия говорит об этом я строго придерживаюсь этого никогда не призналась те которые против евреев что-то говорят нигде не присуседивайся да было да они не отрекаются да было масонная организация на дальше то что вопрос мы разобрали ну все спаси христос понятно на самом деле я там но не сомневался в то что вы говорили я как бы я сразу это увидел вот эти когда человек хочет притянуть за уши он все аргументы против начинает опровергать опровергать то есть не признавать их а это значит ложь зашла в уши ложь сплошная кто бы еще не сказал он выискивает это да это не проверено вот это неизвестно откуда напечатанная но масона поставили задачу задача всемирная была и все страны все печатали прислали специально разведчика чтоб пристрелить сегодня все говорят и фамилии и все те годы то не было этого а я темой масонца 14 лет занимался передо мной вся картина раскрыта была я еще добавил когда был нью-йорке какие книги были за рубежом а тут я обработал все дореволюционное и при советской власти а тогда они были против добились чтобы семитизм признать там вредно вы приняли в ована теперь опять отменили все тогда если ничего нет я ухожу все с богом спаси христос богом да